Горнолыжные базы Востока к самому главному для себя событию в году. Причем фраза «Готовь сани летом» не совсем подходит для зимних бас-отдыха, потому что они готовятся к сезону еще с весны. Слово «Готовиться» надо начинать в апреле говорить. Мы начинаем готовиться в апреле, к следующему сезону. А сейчас она готова к открытию. Если посмотреть на трассу, то там видно, что уже поставлены сетки, отротрачено все, все готово для того, чтобы стартануть. Когда приходит холодная осенняя погода, в октябре-ноябре подготовка выходит на финишную прямую. С помощью сложной системы подачи воды и тотального контроля вот такие пушки делают, как говорится, зимнее настроение. Их современные версии только за один час своей работы способны создать около 100 кубических метров искусственного снега для всего комплекса. И покрывается белой пеленой вся площадь, не только трассы. Такая работа ведется и днем, и ночью. В целом темное время суток для многих сотрудников горнолыжек только начало рабочей смены. В таком графике, например, работают водители ратраков, больших машин, которые из беспорядочно разбросанного снега делают идеально гладкую трассу. В детстве видел, как укладывает снег, ратрак, и только-только, вот три года назад коснулся этой работы. Ну что входит? Разложить снег по горе, планировка, каждую смену выравнивать в ночь. Ну и все. А вот реальный снег на таких базах – вещь неоднозначная. С одной стороны, вроде и пушкам меньше работы, с другой – разные типы снега помогут не подружиться друг с другом. Нам это минус. Почему? Потому что убирать нужно весь снег. Дороги чистить, дорожки убирать, пикничные места убирать, снег укатывать. Потому что его очень быстро сносят, делать там бугры из него. А искусственный снег, он более жесткий, он один раз подготовленный. Там скорость больше, и управляемость лыжи больше, сноубордами, и приятнее кататься. Подобные базы постоянно стимулируют людей приезжать на отдых с семьями, просто потому что так веселее и в какой-то степени полезнее. Например, на многих базах уже давно существуют собственные школы, работающие не один год, благодаря которым опытные спортсмены ставят на лыжи и сноуборд всего за пару занятий. За это время мы отучили очень много человек, и по статистике у нас 70% это дети нашей школы. Остальные 30% это взрослые, там примерно пополам мужчины и женщины, но в основном это люди, кто ведет активный образ жизни. То есть кто ходит в тренажерный зал, бегает, занимается спортом. Но некоторые базы зимнего отдыха идут еще дальше в своем развитии, доказывая, что этот непростой вид спорта доступен каждому человеку. Сейчас мы работаем над проектом, мы планируем запустить социальную программу «Лыжи мечты». Это программа по работе с детьми с синдромом ДЦП. Это достаточно значимый для нас проект, и если получится, он будет, по-моему, вторым на Дальнем Востоке, ну и первым в Приморском крае. Конечно, самой главной темой для обсуждения всегда является ценовая политика баз. Сколько нужно выложить за прокат, сколько за местную еду, и хватит ли вообще денег, чтобы свозить всю семью на базу? На эти и другие подобные вопросы ответить довольно сложно. Если взглянуть на прайс-листы, которые вы можете спокойно найти на официальных сайтах, то сразу сходу понять, сколько придется заплатить, не получится. Будний день или выходной, полный комплект или только основные вещи, один час или несколько – сумма везде варьируется. Как бы то ни было, руководители баз признают печальный факт – злополучный кризис с каждым годом сказывается все больше. С одной стороны, все оборудование, вся техника, весь инвентарь – все покупается за евро. Поэтому неизбежно все, неизбежно цена на топливо растет, надо повышать. И в то же время боимся, что люди могут это среагировать неправильно. Вот поэтому что-то повышаем, что-то нет, но в целом не очень сильно. На удивление, руководители баз стимулируют людей иметь все свое, родное. Куда выгоднее будет купить лыжи или сноуборд, заплатить только за вход на базу и кататься целый день в свое удовольствие. Но так как цена на снаряжение сегодня действительно немаленькая, то выбор в итоге остается за каждым. Если ты катаешься пару раз за зиму ради развлечения, то бери в прокат. Если же ты ярый фанат спортивного отдыха, иметь свои сани, как говорится, должен. Что касается самого сезона, то он открыт, а его границы определит погода и сама база. Неизменную он остается лишь в спортивной сфере. Так, например, Приморская федерация горнолыжного спорта и сноуборда уже на своем сайте заявила, что различные соревнования будут проходить с декабря по март включительно. За это время в Приморье пройдут различные чемпионаты и первенства по этим двум видам спорта, популярность которых в городе и крае сейчас особенно набирает обороты. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.